Продолжаем разговор. Иван Яковин, Радио НВ. В предыдущей части я рассказывал о том, как Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент России и нынешний, не знаю как, шут, наверное, Российской Федерации, устроил абсолютно неприличную истерику в Телеграме, начал топать ногами, визжать, что он всех ненавидит, что все его ненавидят, и он будет сделать все возможное, чтобы убить всех людей. Так вот, я пытаюсь выяснить, что же такое случилось, от чего такая истерика случилась с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. На мой взгляд, проблема заключается в том, что экономика России начинает получать серьезные удары от западных санкций. Ну, во-первых, сам Медведев, кстати, по некоторым данным, у него так переклинило из-за того, что его сына американцы выгнали из своей страны, отобрали у него визу, отобрали его бизнес, потому что сын Медведев, как и дети очень многих, точнее почти всех советских руководителей и российских руководителей, живут и работают на Западе, получали американское гражданство, не даже не на Западе, а именно в Америке. Собственно, и Медведев, Медведевского сына тоже оттуда, видимо, катапультировали из США, Илья его зовут, и после чего, может быть, Медведев так сильно и расстроился, начал писать всякие злобные посты. Но, другая версия, что просто в экономике российской все совсем фигово. Объясняю. К августу, к сентябрю текущего года, по мнению большинства экспертов-экономистов, начнутся массовые увольнения людей на российских предприятиях, которые будут закрываться, начнутся задержки зарплаты, банкротство завода, фабрик и так далее. То есть, вот это все начнет осуществляться. Небольшая, кстати, вот такая деталь сегодня тоже вычитал, интересно. По данным Федеральной антимонопольной службы России, за последние месяцы сразу несколько тысяч больших и малых компаний России объявили о невыполнении своих обязательств по форс-мажорным обстоятельствам. Причем это касается лишь только государственного заказа. То есть, государ перед государством, и они свои обязательства не выполнили, поскольку война спутала им планы, помешала инвестициям. Это сломало, то сломало, какие-то цепочки поставок вырубило и так далее. То есть, почему, собственно, я говорю про госзаказ? Потому что Федеральная антимонопольная служба, она отслеживает исполнение госзаказа, и она там ведет свою какую-то статистику на этот счет. Так вот, по ее статистике, несколько тысяч компаний сразу отказались исполнять свои обязательства. Сколько таких компаний не выполнили обязательства перед друг другом, перед частным сектором, перед какими-то обычными другими компаниями, мы не знаем. Но, скорее всего, речь там идет уже о десятках тысяч, потому что если только перед госзаказом тысячи, то перед друг другом, я думаю, десятки-десятки тысяч. Экономика России из-за этого всего схлопывается просто на глазах. Тотального коллапса сейчас нет, лишь из-за того, что есть старые запасы и продолжается какая-никакая контрабанда. Но долго так продолжаться не может, катастрофа все-таки надвигается. То есть, она будет, эта катастрофа, вот к концу лета, к началу осени. И избежать, собственно, этой катастрофы можно только одним способом. До осени Запад должен тем или иным способом как-то снять с Россией часть санкций. Только в этом случае, если часть санкций будет снята, то российская экономика не рухнет, не обвалится. Ну, один способ я уже сказал какой. Это отставка, может быть, отправление под суд Владимира Путина вместе с его комарилией и прекращение войны в Украине, с выплатой Украине всех необходимых выплат, компенсации и репарации. Это один способ снятия санкций. Второй способ снятия санкций, это если Путин сумеет надавить на Запад в должной степени и заставить Запад снять санкции. Для этого сейчас, конечно, Путин хочет не просто заставить Украину пойти на перемирие, а заставить ее согласиться на отмену хотя бы части санкций, введенных Западом против России, которые очень больно бьют по российской экономике. Для этого Путину, собственно, нужна сейчас срочно военная победа, нужна над Украиной, поскольку, все же понимают, что украинская армия становится сильнее по мере поставок западных вооружений, российская армия, наоборот, ослабевает, потому что она, как я сказал выше, не может даже танки производить. Поэтому Путину сейчас нужна победа, причем такая уверенно-убедительная победа над Украиной, капитуляция, по сути дела, Украина, после которой он мог бы заставить и Украину, и Запад пойти на снятие каких-то долей, хотя бы санкций. Однако, перемирие для Владимира Путина возможно только после полного захвата Луганской и Донецкой областей, поскольку захват этих областей был объявлен одной из главных целей войны еще в самом ее начале. То есть, они там говорили, что вот да, все это называется у них операция по защиту Донбасса, и в первую очередь, как они сами выражались, они хотели там в течение одной недели захватить всю территорию Донбасса и провозгласить там уже независимость Луганской народной области, Луганской народной республики и Донецкой народной республики, так называемых, конечно. Так вот, отказаться от выполнения этой задачи, то есть от захвата Луганской и Донецкой областей Путин не может, ни при каких обстоятельствах, потому что это было бы слабость, это было бы не по-пацански, это было бы лоховство. Ну, короче, его пацаны бы не зауважали. Поэтому военное давление на север Донецк и Лисичанск, последние два крупных города, остающихся под контролем Украины в Луганской области, я думаю, будет продолжено. Кроме того, будет продолжено и давление, военное давление на другие города и крупные населенные пункты Донбасса. Но давление-то они, конечно, хотят продолжить, но сложно им это сделать, потому что ситуация для России складывается все более и более неприятно. Дело в том, что потери очень большие и в технике, и в людях. Наступать чем дальше, тем становится сложнее, потому что для любого наступления, не надо быть там большим маршалом каких-то наук, нужно много войск, нужно подавляющее превосходство в живой силе, в технике для того, чтобы идти вперед. Если у вас эту живую силу и технику повыбивали в течение предыдущих наступлений, то как бы вам вперед идти очень сложно, почти невозможно. Так вот, и вот тут какая ситуация складывается. О том, что Северодонецк успешно взят войсками России, российские СМИ писали еще в 20-х числах мая. С тех пор прошло уже почти две недели, но бои в городе не прекращаются, они продолжаются. Более того, там постоянно, оттуда, точнее, приходят постоянно сообщения об успешных контратаках украинских сил. Там вообще как бы украинцы сделали по-хитрому. Они понимают, что в чистом поле воевать для украинской армии совсем невыгодно, очень тяжело, поскольку у нее нет преимущества в артиллерии, а такое прям, что есть в России. И, конечно, украинцам удобнее воевать в городской застройке, где каждый дом, это, считай, отдельное такое укрепление и где использование артиллерии очень сильно ограничено. Собственно, сделали там засаду, заманили туда российские войска, эти войска туда вошли, их там побили очень сильно, очень сильно. Прям потери были очень существенны у россиян. Сотни, наверное, людей, после чего россияне откатились, но и начали обстреливать Северный Донецк из гаубиц, естественно, чтобы сделать из него просто грудую битого щебня. Собственно, сейчас этим занимаются. Я так понимаю, что потихоньку с помощью вот этого гаубичного огня украинские войска отступают, уже отошли из жилой застройки в промышленную зону, а дальше уже Северский Донецк, река и Лисичанск. То есть потихоньку, я так понимаю, они все равно отступают украинские войска, но важно, что при этом они провели очень успешную операцию, контратакующую и перебили довольно много российских военнослужащих, которые пытались, собственно, наступать и захватить Северный Донецк. То есть Северный Донецк до сих пор, по большому счету, не захвачивает, что, кстати, для меня абсолютно удивительно, потому что, ну как бы, слушайте, город с трех сторон окружен, у вас подавляющее преимущество в артиллерии, в живой силе, в технике, во всем. Как вы не ухитряетесь уже две недели не взять этот город, потому что уму непостижима, российская армия просто, ну как бы, показывает себя с какой-то наихудшей стороны абсолютно ни на что не способна. Тем временем, после захвата Северный Донецк, я думаю, он рано или поздно все равно состоится, потому что, ну как иначе, там подавляющее преимущество российских войск, но после захвата Северный Донецк, весьма вероятным на данный момент составом, будет Лисичанск. А Лисичанск, чтобы понимать, стоит через реку, на горе, захватить его еще сложнее, чем Северный Донецк. То есть, я не знаю, сколько там людей положит российская армия для захвата Лисичанск, наверное, еще столько же или даже больше, больше, наверное. У россиян, конечно, была опция перерезать дорогу Бахмут-Лисичанск, по которой проводится снабжение всей украинской группировки Северный Донецк и Лисичанск. Взять в окружение эту группировку и разбить ее, то есть, пользуясь тем, что она лишена всякого снабжения. Но не получилось и это. Сегодня во Львовской областной администрации рассказали, что дорогу Лисичанск к Бахмуту все они в очередной раз пытались штурмовать, потеряли, по-моему, 6 БМП и отступили, потеряв еще и десятки военнослужащих, почему не смогли взять под свой контроль эту дорогу. То есть, дорога до сих пор используется Украиной и, яркое подтверждение, в Лисичанске буквально вчера был Владимир Зеленский. То есть, если бы дорога была перерезана, как об этом сообщают российские СМИ, то Зеленский бы сейчас, каким образом, он не может туда на вертолете прилететь, там все простреливается в небо и уж телепортироваться тоже, по-моему, не умеет. То есть, он приехал туда на какой-то машине, на каком-то броневике, наверное, но очевидно, что есть сообщение с этим городом, иначе Зеленскому туда просто невозможно было попасть. Поэтому, как бы, а, при этом россияне, что интересно, они же, там какая штука очень неприятная для них, они собирают, как бы, хотят перерезать эту дорогу. Дорога, она идет по открытой местности, чтобы пройти по этой открытой местности, нужно, ну, быть реально смелым человеком, потому что вся эта местность простреливается. И отправить людей на штурм этой дороги очень тяжело, потому что никто не хочет идти вперед и погибать. В результате наш штурмом на этой дороге недавно командовал некто Роман Кутузов, один из российских генералов. Он лично прибыл на линию фронта, чтобы поднять своих людей вперед, поскольку ему там какому-то числа надо было взять эту дорогу, перерезать. Он говорит, все, я поведу вас вперед, попала какая-то ракета в этого генерала, осталась от него только кучка мяса, погиб. То есть, вот вам, пожалуйста, Зеленский приезжает в Лисичанск и выезжает из Лисичанской, российский генерал идет, значит, перерезать эту дорогу, и от него остается примерно ничего. Вот такая, вот вам две истории насчет того, кто контролирует там ситуацию. Тем не менее, я все равно считаю, что, и давно считал, я сейчас подтвержу, что долго оборонять Северодонецк, Лисичанск, украинская армия, скорее всего, не сможет. Очень тяжело. Потому что с трех сторон обступили ее, бомбят, обстреливают, всякое такое, вот эту группировку. Очень тяжело там, куда ни повернись, со всех сторон стреляют. В этих условиях невозможно по-нормальному там развернуть свою артиллерию, по ней будут бить с трех сторон, скорее всего, ее разломают. Очень невыгодное положение. Я думаю, придется оттуда в какой-то момент отступать украинской армии в район Славянской или Краматорской. В этом вообще, на самом деле, ничего плохого. Лучше отступить и сохранить армию, чем остаться, как говорится, на своих позициях, там, железно, да, и погибнуть всей армии. Это, мне кажется, самое плохое, что может случиться. Но, когда армия отойдет в район Славянской и Краматорской, опять же, я предполагаю, да, я же не военный специалист, но я думаю, что примерно так будут развиваться события. Так вот, я думаю, что, скорее всего, именно там и будет развиваться основное сражение за Донбасс. Потому что Славянская и Краматорская, это такая довольно большая агломерация городская, там много укреплений, там готовили к защите Славянской и Краматорской очень-очень долго, очень упорно, там есть запасы, склады, всего необходимого. То есть, это вот такая суперкрепость. Взять эту суперкрепость россиянам будет сто раз сложнее, чем Севердонецк и Лисичанск, которые вот они сколько уже, несколько недель пытаются взять, все никак не могут. То есть, за спиной, кстати, опять же, можно будет у защитников Славянская и Краматорская разместить артиллерию украинскую, чтобы она лупила практически безнаказанно по артиллерии российской, поскольку украинская более дальнобойная. И одновременно с этим она не позволит россиянам близко подойти к городу, сама сможет еще обстреливать и российские позиции. В общем, хорошо бы, чтобы к началу еще, надо сказать, да, чтобы к началу битвы за эти города, за Славянск и Краматорск, в Украину все-таки приехали американские, британские, немецкие, реактивные системы залпового огня, вот эти РСЗО, Хаймарсы и МЛРСы, поскольку они, конечно, способны будут радикальным образом облегчить противобатарейную работу украинской артиллерии. Проще говоря, этими ракетными установками можно будет быстро, эффективно и безопасно, что немаловажно, отстреливать российские гаубицы просто одну за другой. Потому что эти МЛРСы стреляют дальнобойными ракетами, которые летят 80-70 километров, бьют точно в цель, без всякого промаха. Эти ракеты управляемые, то есть они там внутри системы наведения очень хорошие, по GPS, если не ошибаюсь, и такая гаубица, точнее, такая ракета никогда не промажут по гаубице, а может даже не по одной гаубице, а по там двум-трём. То есть это очень-очень полезная история для борьбы именно с гаубицами. Собственно, изначально вот эти системы дальнобойные и были созданы для войск НАТО, чтобы они, эти войска НАТО, успешно боролись с советскими еще тогда артиллерийскими установками. Ну да, снайперская точность и без всякого риска попасть под ответный огонь, потому что в России просто нет достаточно точных систем залпового огня, или вообще систем чего бы то ни было, чтобы убили они еще на 80 километров. Американцы и британцы сейчас говорят, что уже летом будут эти хаймерсы поставлены в Украину. Посмотрим. Их поставят всего немного, дюжину. Но если дело пойдет, с ними все хорошо, будет все успешно применяться, эти системы, я думаю, что будет как с гаубицами М-777. Сначала их тоже отправили несколько штук, там до десятка. Посмотрели, как украинцы с ними отправляются, поняли, что обращаются не хуже, чем сами американцы, и отправили еще сотню этих гаубиц, которые сейчас стоят на вооружении украинской армии, достаточно успешно выполняют свои задачи. Этих вот реактивных систем залпового огня, для того, чтобы радикально поменялась ситуация на фронте, нужно меньше чем 100, нужно штук 50. То есть вот специалисты посчитали, если будет 50 этих РСЗО, то это радикальным образом поменяет рисунок войны. Я, кстати, слышал даже в передаче у Скобеевой обсуждали вот эти реактивные системы, и российские всякие военные говорят, ну блин, да, вот если украинцы получат эти системы, то тогда нам очень тяжело придется. Я даже не знаю, там мужик выступал, говорит, я даже не знаю, что делать в этой ситуации, прям вот совсем плохо будет, потому что нет у нас нормального противоядия против этих систем, и получится все преимущество в артиллерии, с помощью которого Россия сейчас и наступает. Россияне же наступают не за счет того, что у них там какие-то супервойска или там военные гении сидят, нет, у них просто в 20 раз больше пушек, вот и все. То есть они лупят там, где украинцы там 5 снарядов пускают, россияне пускают 50 или 500 снарядов. Почему 500? Да потому что у них еще этих снарядов просто завались, бесконечное количество, а у Украины снаряды в страшном просто дефиците. И поэтому, кстати, сейчас, когда россияне говорят, что Украина обстреливает Донецк, я в это вообще не верю, потому что Украине каждый снаряд на вес золота обстреливать какие-то жилые дома в Донецке, смысла нет никакого, ни военного, ни политического, просто никакого смысла. Поэтому я абсолютно уверен, что сейчас по жилым кварталам Донецка россияне бьют сами. Либо из-за того, что они просто попасть не могут по военным целям украинским, или, а может быть, и просто специально, чтобы вызвать ненависть в местных жителях к Украине, потому что, кстати, местные жители сами писали, что бьют, они прям видели, как бьют пушками-гаубицами из одного района Донецка по другому району Донецка и потом жалуются, что вот это украинцы проклятые так делают. Но на самом деле сами себя и обстреливают. В принципе, для людей такого склада характера, для вот этих боевиков, конечно, это вообще неудивительно, то, что они сами бьют по своим людям. Тем более, это же даже не их люди, понимаете? Для российских войск жители Донецка, это не их люди, это все равно как бы там украинцы какие-то непонятные, им плевать они хотели 300 раз, для них это иностранцы. В общем, что касается реактивных систем залпового огня, как обычно, очень надеемся на помощь западных партнеров и ждем, что они будут действовать в данном случае быстрее, чем обычным, потому что часто, к сожалению, эти поставки оружейные затягиваются на черно сколько времени. Но многое тут, конечно, зависит от американцев, насколько быстро они будут ориентироваться. Если они что-то дают, что-то начинают поставлять, то и остальные сразу же следуют их примеру. Ну, обычно так бывает. Как только вот американцы объявили о том, что предоставят РСЗО, так и остальные потянули, остальные Великобритания и Германия объявили, что тоже сделают соответствующие поставки. Кстати, британцам я верю, я даже не удивлюсь, если британские РСЗО первыми приедут, но а вот насчет немецких РСЗО у меня большие, вообще не только РСЗО, у меня большие прямо такие сложности. Потому что Германия, это, конечно, очень сложная страна в данный момент. Правительство Германии ведет себя, на мой взгляд, максимально неприлично, неприятно. Я, знаете, думаю, что пора уже открыто, ясно и честно сказать одну вещь. Канцлер Германии Олаф Шольц в российско-украинской войне занял российскую сторону. Он помогает Владимиру Путину воевать против Украины. Именно так. То есть он отправляет огромное количество денег в Российскую Федерацию, речь идет о десятках миллиардов долларов, евро точнее. При этом он не отправляет в Украину, делает все возможное, чтобы задержать поставки любых вооружений в Украину. Шольц даже не нейтральную позицию занял, а вот прям, если честно говорить, на мой взгляд, четко пророссийская позиция. Он всеми силами просто тормозит отправку в Украину, каких бы то ни было вооружений, даже легких. Помните, про тяжелую можно даже не вспоминать. Помните, было в самом начале войны, Германия пообещала отправить 5000 касок в Украину. Все тогда смеялись, что нам не каски нужны, нам нужны гранатометы. А так не отправили даже каски. Даже каски не приехали в Украину. И при этом Германия, как я вот сказал, отправляет десятки миллиардов долларов в Россию в качестве оплаты за нефть и за газ. Немецкие такие СМИ, как Шпигель, российские даже, Медуза, пишут, что вот сейчас Шольц сознательно избрал политику затягивания, забалтывания, замучивания всяких военных поставок, чтобы помешать, по сути дела, Украине добиться успеха. И чтобы Украина вообще не могла защитить аффективно свою землю. Я хочу подчеркнуть, это касается лично Шольца, отчасти его партии, социал-демократической партии Германия. Потому что немцы, как единый такой народ, они горой за Украину. Практически все немцы, за исключением нескольких придурков, они, в общем, конечно, за Украину. И они хотят поставить, они выступают за поставки Украине оружия. Немецкие компании, хоть за бизнес немецкий, металлургический, металлообрабатывающий, готовы хоть завтра отгрузить в Украину оружие. Шольц не дает разрешения на экспорт. То есть, уже могло бы это оружие быть в Украине, но нет. Шольц такой, не могу дать, не хочу. Дам, но потом разрешение. И не дает. Немецкие военные, даже бундесверовцы, готовы отказаться от своих танков. Они говорят, что сейчас Украина воюет, и эти танки и ракеты, и все остальное в Украине нужнее, чем нам. Украина за нас фактически воюет, давайте поможем им нашим оружием. Шольц говорит, нет, мы не можем ослаблять свою армию. То есть, ни экспорт, ни реэкспорт, ни отправка уже существующего оружия, ни производство нового, ничего. Я в этой ситуации надеюсь лишь на то, что Шольц помогает Путину и мешает Украине просто по глупости, да, по наивности какой-то, а не из-за того, что Кремль платит ему еще одну зарплату или шантажирует его каким-то компроматом. Потому что я бы уже, блин, глядя на его поведение, на поведение Шольца, уже ничему не удивляешься. И в этой ситуации, конечно, приятно то, что популярность партии Шольца с момента российского вторжения быстро сокращается. Она была где-то в районе 26%, сейчас уже в районе 20%. То есть, там довольно такая пологая, но идет дорожка вниз. Я посмотрел специально, залез на немецкие сайты, как у них там популярность. При этом популярность противников Шольца из партии Зеленой и из партии христианских демократов, они жестко против Путина сейчас, их популярность наоборот растет, причем довольно быстро растет. Они вместе, если бы сейчас были выборы, они бы победили и вместе могли бы сделать коалицию даже вдвоем, без третьей партии. Сейчас я напомню в Германии коалиции из трех партий. Я вот лично очень надеюсь на то, что в случае продолжения нынешней политики, вот этой не оказания помощи Украине, в Бундестаге все-таки соберется достаточно серьезная группа депутатов, которая сможет скинуть Шольца с поста канцлера и объявить ему вотом недоверия и назначить на его должность какого-то другого человека, который будет хотя бы чуть-чуть более вменяемым, будет думать о благополучии Европы и Германии больше, чем о благополучии и сохранении лица Владимира Путина. Кстати, о вотумах недоверия и доверия. Сегодня, точнее вчера стало известно, сегодня уже отметили некоторые, я видел, то, что Борис Джонсон, большой друг Украины, остается все-таки премьер-министром Великобритании. Там оппозиционеры пытались его скинуть, пытались объявить ему вотум недоверия, но Джонсон собрался в кучку, как это он умеет делать в таких отчаянных, серьезных, жестких ситуациях, и все-таки отстоять свое право занимать пост премьер-министра на еще один год как минимум. Потому что после этого, после того, как ему был объявлен вотум доверия по британским правилам, по законам местным, он будет оставаться в точном главе своей страны еще год. А через год, если что-то будет, опять очередные какие-то косяки или какие-то проблемы, я думаю, Джонсон, к сожалению, такой человек, что он что-нибудь в этом случае, что-нибудь обязательно учудит за один год. И найдутся поводы для попыток, по крайней мере, предъявить ему очередной вотум недоверия. Но мы будем за него болеть. Кстати, вот такая интересная парадоксальная история, то, что британцы сами, жители Великобритании, терпеть не могут Джонсона в основном. А за границей людям он нравится, за границей люди почти все за него болеют. Вот такая странная ситуация. Почему-то вот сами британцы, они смотрят на весь мир, говорят, да вы что дураки, зачем вы поддерживаете это, чучела? Но всему миру нравится Джонсон, а британцам сами мне. Мне, кстати, Джонсон нравится. Я считаю, что британцы к нему незаслуженно жестко относятся. Еще одна история о вотуме доверия и недоверия, это отделение Украинской Православной Церкви от Церкви Российской. Фактически объявлена была автокефалия на этой неделе. Российская Церковь лишилась, автокефалия Украинской Церкви я имею в виду, и Российская Православная Церковь лишилась самых активных, прибыльных своих приходов, хорошее слово, кстати, в Украине. Кирилл, патриарх московский всей России, который также его зовут Владимир Гундяев, так вот, он поддержал фактически массовые убийства, поддержал агрессию против Украины, и тем самым завершил процесс разделения двух церквей на украинскую и на российскую. Теперь в Украине есть еще одна, как я понимаю, автокефальная церковь православная. Россия, кстати, при этом заявила о переходе крымских приходов церковных под свое прямое управление, то есть РПЦ заявила, да, и то есть она объявила о признании, по сути дела, аннексии Крыма и силой отобрала крымские приходы у Украинской Православной Церкви. Я считал это неверующий, но понимаю, что это довольно важная история для всех христиан. Реально, кстати, мне кажется, абсолютно невозможно ходить в церковь, предстоя глава которой требует убивать тебя и твоих соотечественников, да, ну вот как бы вот как Гундяев-то именно этого требует, он говорит, да, правильно, Путин там убивает украинцев, молодец, Путин, так и надо. Ну блин, кман, как украинцам после такого ходить в церковь я не очень понимаю. Я надеюсь, что отделение Украинской Православной Церкви, окончательное отделение, приведет к дальнейшему расколу и внутри самой РПЦ, потому что Российская Православная Церковь на самом деле превратилась в какой-то зловещий, очень темный, сатанинский такой государственный орган при демоне Владимира Путине, да, какой-то уродливая государственная организация, которая занята лишь обогащением собственного начальства, синекура, которая процветает разврат, процветает коррупция, пьянство и полная там, короче, противоположность духовной якобы организации. Вот это очень интересный феномен, как при Путине даже вот такая как бы якобы религиозная контория как РПЦ превратилась вот в очередное развратное, грязное, мерзкое, отвратительное местечко, где творятся очень темные делишки, которые кишит коррупцией и крайне неприятными персонажами. Вот именно так сейчас и выглядит Российская Православная, Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Кстати, насчет доверия. Вот еще одну историю хочу рассказать, может быть успею. В начале сегодняшней передачи я говорил о том, как высказывания Дмитрия Медведева о таком плохом, о ненависти ко всему миру свидетельствуют, в общем, о не очень хорошем состоянии российской элиты. То есть положение этой элиты, очевидно, не самое прочное, не самое уверенное в себе, поскольку Медведева, очевидно, несет. То есть он реально вот то, что называется, на молодежном сленге гонит. Лешего или что, как там это называется. Ну, в общем, совсем уже прям мужик зарапортовался, что называется, да. Но еще красноречивее, как мне кажется, и может даже более релевантная история для Украины, это гражданская настоящая война, которая сейчас разгорается среди прокремлевских ватных пропагандистов. Там вообще у них сражение не на жизнь, а на смерть. Очень советую ознакомиться, если кто еще не знает эту историю. С одной стороны, там в этих боевых действиях занят Игорь Гиркин, всем нам известный, террорист, сбивший самолет MH17 над Донбассом в 2014 году, убийца массовый и так далее, бывший полковник ФСБ. И его, такой есть у него там миньончик, прихлебатель, который называется «Боевой кот Мурс», он фигурирует в разных соцсетях. А зовут его Андрей Морозов, это какой-то ЛНР-овец, занимающийся там дронами у них, а также вот там что-то типа волонтера. Так вот, они вдвоем, и плюс еще там есть достаточно широкая такая плеяда всяких чуваков по мельче рангам и калибрам. Так вот, они сейчас изо всех сил проклинают Владимира Путина, точнее Путина они не трогают, ладно, давайте будем честными. Путина не трогают, проклинают Шойгу, проклинают Медведева, Медведева они называют Лунтик, Шойгу они называют паркетный или мебельный маршал. Они просто говорят, что войну ведут непрофессионалы, войну ведут с российской стороны, войдут дебилы, они все проигрывают, ничего сделать не могут, воевать не умеют, дисциплины нет, все расхлябано, все держится на соплях, украинцы побеждают. В общем, зарада, зарада, зарада у них там со всех сторон, все плохо. Им противостоят некто военкор Котинок, сотрудники государственных телеканалов, какие-то телеграм-каналы, которых очень много, и они все говорят, что на самом-то деле Гиркин и вот этот вот Морозов, они работают на Украину, и они подрывают доверие к российскому государству, к российскому руководству, для того, чтобы и повышать боевой дух украинцев, чтобы, значит, помочь украинцам победить. И они, и на что им этот самый Гиркин отвечает? Ах, вот так, и там последними словами кроет их и говорит, знаете, если вам не нравится то, что я говорю, можете меня арестовать, можете меня отправить на фронт. Как угодно поступайте со мной, я там типа кровью смою, я там докажу, что я на самом деле крутой, а вы говно. Ну, те же молчат. В общем, у них, точнее, они поначалу помолчали, а потом начали обвинять опять и этого Мурза, и этого Гиркина в том, что они врут, то, что они ничего не понимают, то, что они два заигравшихся реконструктора и так далее, и так далее. То есть они друг друга сейчас поливают изо всех сил говно. Во-первых, за этим забавно следить, если у вас есть время и интерес к этой теме, я вам советую посмотреть, познакомиться. Очень классно они друг друга обзывают всякими нехорошими словами, ругают, проклинают, обвиняют во всех смертных грехах и так далее. Гиркин даже говорил, что он зря кого-то там из своих оппонентов не расстрелял, когда была такая возможность в 2014 году. Ну, ему там за это, естественно, прилетело тоже. Так вот, к чему это все? Да к тому, что, понимаете, если бы у них все было на фронте хорошо, если бы они реально побеждали, если бы у них прям вот вперед-вперед нанесись мой танк, или как там эта песня поезд, да, то не было бы у них таких разборов, все было бы отлично. Вы знаете, когда все побеждают, когда идет победа, то все довольны и счастливы. Разборки начинаются только в том случае, когда поражение, когда что-то не склеится, когда все летит кувырком кое-как и ничего не получается. Вот у них сейчас именно эта ситуация. Там за этой гражданской войной, мне кажется, очень-очень интересно наблюдать. И я думаю, она свидетельствует, и как, собственно, высказыванию Медведева, свидетельствует о том, что очень там все прогнило в этом русском королевстве, и скоро все это закончится какой-то печальной историей для них всех. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Это Радио НВ, меня зовут Иван Яковин, да перебудет с вами Сила. Ставьте лайки, кстати, подписывайтесь на канал, и пока-пока.